Гора Казбек во всей красе. Редко такой вид открывается. Там должна быть ветеостанция. И вот он, Казбек. То открывался сегодня, то закрывался. Мы находимся у крепости, у церкви Гергетти. Высота 2200 метров. Последний день лета. 15 градусов. Время полседьмого вечера. Можно сказать, нам очень повезло. Такая картина открывается. Горы чистые, облака посередине. И где-то почти на макушке, но макушка чистая. И очарование неописуемое. И облака над городом висят. Мы только что были в лесочке. Вот здесь вот, на верхушке этого лесочка были. Чудное место. Любовали сначала Гергетти, потом его закрыло туманом, облаками. Думали ехать, не ехать. Вот приехали. А тут чисто. Распогодилось. Как по заказу, а? Как будто Бог рядом находится, наблюдает и говорит, ребята, вы заслужили. О, и Казбек открылся, а? Вот, белая шапка. Вы заслужили? Действительно. Смотрите, любуйтесь. Так оно и есть. Степан Смонтель. С высоты Гергетской приборки. Этот город является наиболее карточкой Грузии для всех людей. Их ездят в Грузию с территории России. Первый населенный пункт, и первый населенный пункт, это, конечно, Степан Смонтель, первое впечатление о Грузии и крепость Церковь Гергетти. С этой точки все это снимается. Я сейчас покажу Казбек, пока он увидит, вот, величественный Казбек. И так часто он личико открывает. Церковь пророка Ильи Степан Сминде, бывшей Казбеке, возле горы Газбеке. Сейчас и Казбек закрыт туманом, и тут уже туман спускается, принося с собой чистейший воздух, наполненный влагой, живительной влагой. Подышать этим воздухом одно наслаждение. Правда, и Степан Сминда закрылась, и храм Гергетти на противоположной стороне тоже закрыт. И видимость буквально вот исчезает, прямо на глазах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...